Сегодняшнее место из Писания — это Деяние 1 глава с 3 по 8 стихи. Вместе прочитаем. «Которым Он явил Себя живым, по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжении сорока дней, являясь им, и говоря о Царстве Божьем. И собрав их, Он повелел им, «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слушали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Поэтому они, сойдясь, спрашивали Его, «Не это ли время, Господи, восстанавливаешь Ты Царство Израилю?» Он же сказал им, «Не ваше же дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примите силу, когда сойдет на Восток Святой, и будете Мне свидетелями, Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Благословите друг друга. Наслаждайтесь миром Божьим. Вы благовестник, спасающий эту эпоху. И давайте унаследуем ту землю, которую Бог, опустошенную землю, которую Бог нам дал в удел, чтобы оживить, и чтобы действительно это стало живой землей. В прославлении сегодня мы пели, что мы сражаемся битву, которая уже выиграна. Поэтому нам лишь остается совершить, дойти до конца. Но сама битва, она уже выиграна, уже предрешена, все. И нам просто лишь нужно, как Бог нас призвал, и мы остаемся здесь на земле, чтобы водружать Знамя Победы на те местодействия, которые доверены нам. Поэтому на этой неделе будет обучение для миссионеров, для людей, которые служат на своих местодействиях в других странах, и те люди, которых наша Церковь пригласила, также в среду-четверг будут проходить обучения. И в пятницу будет также общая конференция, один день. И также в воскресенье будет богослужение общее. Не будет в 9 часов или в 11 часов богослужения, будет в 10 часов общее богослужение. и в 9.30 начнется обычно будет прославление, все так. Поэтому это не только наша Церковь, это и другие Церкви, также будут общее богослужение в 10 часов. Поэтому помните, точно так же, как мы в 11 часов сегодня, то будет на следующей неделе в 10 часов общее богослужение, поэтому людей будет много, поэтому приходите, занимайте места заранее, потому что еще будет 70 человек из Латинской Америки или из других стран, но таких. И это будет время также и после обеда также будет богослужение и будет общение с всеми миссионерами, с людьми, кто приедет. И тема не сегодняшняя, а миссионерской конференции это страж молитвы, у которого есть башня. Потому что, чтобы быть стражем молитвы, то необходимо построить башню. Если есть башня, тогда страж молитвы действительно может быть стражем, то есть он может подняться наверх и молиться, ну или же, если мы говорим просто о страже, то он может видеть то место, которое доверено ему, и быть стражем, действительно охранять, чтобы мрак не проник туда. Поэтому нам точно так же доверено такое благословение, Богом быть стражем и молитвы, и нам нужно обретать силу от Бога для того, чтобы на наших местах действия ставить вот эти башни. поэтому даже если мы не все можем участвовать, например, в миссионерском обучении, либо же на конференции, то в молитве давайте будем вместе и будем молиться за тех людей, кто не может поехать в участие, чтобы пришло в их же расписание, потому что есть расписание, и они этого расписания дождались, чтобы они также могли даже физически быть, присутствовать там в следующий раз, может быть, взять даже отпуск или там выходной день, потому что это действительно важный день обретения силы. И сегодня мы также продолжим говорить о том, что произошло после воскресения, и второе, что произошло после воскресения, это то, что Иисус, Он говорил, передавал ученикам, апостолам слово о Царстве Божьем. То есть, Он говорил о том благословении, которое уже есть в жизни тех людей, которые приняли Иисуса Христа. Говорил о силе также, которая сходит на них. То есть, вот это и есть это абсолютная башня престола Божьего, которая утверждается на местах действия людей, которые следуют за Христом. Потому что это не своими силами мы это все делаем. Потому что мы не просто в религию какую-то верим. Мы верим в Иисуса Христа, и поэтому сила Божья, соответственно, проявляется в наших жизнях, когда мы как сегодня также варился пресвитер и как сегодня также на утреннем мы говорили о служении о том, что даже Иосиф, он войдя в Египет, когда он пошел уже в Египет, то он уже шел туда не с пустым, опустошенным сердцем или же бессильным. Он шел, зная, что Божья сила вместе с ним, что Божье благословение вместе с ним. Поэтому что мы видим? Где бы он ни оказался, он был ли в темнице, был ли у Патифара, Бог благословлял то место, где он находился. Мы ничем не отличаемся от Иосифа или же от Давида, который также, когда вышел против Голиафа, что он сказал? «Ты идешь против меня с копьем, с мечом, я же иду против тебя с именем Господа Саваофа, Бога сил». Поэтому мы с вами мы ничем, сколько бы нам лет не было, сколько бы мы уже там в вере долго или недолго, точно такую же силу мы и точно такие же благословения мы можем испытывать в нашей жизни и на наших местах действия. Нам необходимо просто осознать, что действительно Бог нас призвал в эту эпоху, в это время, в эту страну, сейчас, где я нахожусь, на этом месте действия, чтобы через меня сила Божья проявлялась на этих местах действия. поэтому мы с вами нам необходимо не искать чего-то, то же самое, сражаться за то, за что сражаются люди в этом мире, не переживать о том, о чем переживают люди в мире. Нам нужно молиться, чтобы Бог нам дал сердце, желание искать Божьего, переживать о том, что действительно Божьим является. Если у меня еще нету такого, значит, надо об этом молиться. Посмотрите, как Павел в отношении. Павел, он постоянно, ведь он об этом тоже просил, чтобы они молились, люди за него молились, чтобы он имел силу и дерзновение проповедовать. И поэтому мы видим, он, когда он в синагоге был в течение трех месяцев, сказано, он с дерзновением проповедовал и провозглашал слово о Царстве Божьем. То есть Павел понимал, что, опять-таки, если не сила Царства Божьего, то это не от его силы, не от его знаний, не от его чего-то. Если нету действия Божьего, то невозможно изменить места действия. Поэтому вы также не своей мудростью, не своими словами, а силой Божьей молитесь, и Бог будет действовать на ваших местах действия. Не от того, что вы как-то переубеждать будете людей в чем-то, не от того, что вы как-то задобрять их будете. Нет, потому что вы будете молиться, и будет меняться их сердце. Вы будете молиться, Бог будет защищать их от того, что контента, содержание, которое дьявол желает вложить в их места, в их жизнь, в их сердца, на этих местах действия. поэтому мы с вами, если мы с вами будем жить на наших местах действия без силы Божьей, то мы не сможем наслаждаться той победой, которая дана уже. Потому что, ну, это естественно, естественно, то, что происходит. нам нужно не обманываться дьяволом, который стремится, чтобы мы сконцентрировались на физическом, на своем, на материальном, на своих мотивах и упустили то, что Бог призвал нас делать на этом местодействии. Если мы это упускаем, то люди, которые на нашем местодействии, становятся нашими соперниками, нашими врагами, поэтому появляются конфликты, потому что мы, наш взгляд не на том. Поэтому нам важно, чтобы наше мышление было связано с проповедованием и с миссионерством. Поэтому для этого Бог нам дает силу. Потому что Он сказал, идите до края земли, вы будете Мне свидетелями. Поэтому на чем сосредотачивался Иисус Христос, когда Он проповедовал, когда Он передавал Слово о Царстве Божьем? Именно на этом, что нам необходима сила, чтобы спасти эти местодействия. И Бог нас посылает на эти местодействия, чтобы мы не своими силами что-то пытались делать, а чтобы силой, Божьей силой, которую Бог нам дал. Поэтому секрет победы на этой земле в том, что мы наслаждаемся силой, которая сходит от престола Божьего. Иисус Христос, так и есть. Поэтому это и есть также секрет спасения этого мира, чтобы мы с вами вот это вот благословение, вот эти все, то содержание, которое Бог нам дал, чтобы мы поставили это в нашей жизни внутри себя, прежде всего, как действительно твердую башню, крепкую башню. так же, Весов Заветевец сказано, что имя Господа крепкая башня, праведник входит и будет спасен. Поэтому даже наше будущее, все находится во Христе. И Христос, Он взял ответственность уже за наше будущее и нас направляет Святым Духом. Поэтому есть то, на что нам следует обратить внимание в первую очередь. Помните, в прошлое воскресенье мы также общались, также слово было об Иисусе Христе, когда Он встретил Петра и пришел к Петру, и тогда Он спрашивал у него, Петр, любишь ли ты Меня? Он пришел не для того, чтобы Его в чем-то упрекнуть, Он пришел для того, чтобы исцелить, чтобы Он осознал, что действительно Бог любит Его, что Он Его не осуждает, даже когда Он ошибся, даже когда Он отрекся от Иисуса, даже когда Он вернулся обратно к Своим делам. Он лишь сказал, «Я желаю, чтобы ты это исправил, чтобы ты убедился, что действительно Бог любит тебя и что если ты любишь действительно Господь, то нужно идти и пасти агнцев Моих». Поэтому что необходимо нам? Нам необходимо исцеление. Чтобы Иисус после воскресения Своего, Он пришел дать своим ученикам осознать и испытать непоколебимую любовь Божью. Вот это отсюда исходит исцеление, когда ты знаешь, что Бог тебя любит безгранично, безусловно. Даже ты ошибся, еще раз ошибаешься, даже если ты еще раз в будущем ошибаешься, даже если ты говоришь, «Бог, я больше не буду, я не буду больше делать то, что я сделал, например, что-то, но еще раз сделал, все равно Бог тебя простит, потому что Он пришел, чтобы умереть на кресте, чтобы нас восстановить. И Он пришел, чтобы мы могли вновь обрести Дух Святой, чтобы мы могли силой Духа Святого побеждать все. Потому что только так мы можем победить в этом мире, только так мы можем спасти мир, только так мы можем действительно иметь уверенность в будущем. Только так возможно, потому что в этом есть сила от Царства Божьего. Поэтому самое важное для нас, прежде всего, испытать любовь Божью. Да, смотрите, ведь Иисус Христос учил Ассилии уже, да, в течение 40 дней, но Он это делал не сразу же после того, как воскрес, и сразу стал учить Ассилии и проявлять силу. Он, прежде всего, желал, чтобы исцелились ученики, чтобы они, как мы говорили, испытали любовь Божию. И на следующей неделе мы будем слушать Слово Божье, которое будет говорить о тайне Духа Святого. Проблемой, знаете, что является? Когда люди, они, прежде чем испытать любовь Божью, испытывают какие-то, стремятся испытать, или испытывают какие-то сверхъестественные силы Божьи, какие-то чудеса, какую-то силу, силу Божью. И вот в этом опасность, потому что обычно такие люди, они уходят в какой-то мистицизм, они постоянно продолжают искать каких-то пророчеств, каких-то исцелений, каждый раз они вот этого ищут. Они упускают то содержание, которое Бог желает. Бог пришел не для того, чтобы чудеса и какие-то знамения давать нам. Чудеса и знамения, они сопровождали учеников, сопровождали Иисуса и сопровождали учеников, когда они провозглашали благую весть. Смысл из жизни нашей — это провозглашение благой вести, это наслаждение любовью Божьей. И тогда естественным образом будут происходить и исцеления, и сила Божья будет проявляться. Потому что вот это есть правильный порядок — сначала испытать исцеление Духа, исцеление Души, тогда и исцеления внешние даже могут проявляться. Потому что если наоборот, тогда человек не будет действительно понимать, Бога. Он будет искать в каких-то вот этих вот чудес сверхъестественной силы, а это может и не Бог только явить. Могут сверхъестественные силы, даже дьявол он тоже может являть. Поэтому посмотрите, почему... Посмотрите в отношении учеников, которые были гонимы, которые были в трудностях, которые были в разных-разных ситуациях таких. И не только ученики Первопостольской Церкви, но и дальше также. Но что помогало им превзойти это все? Превзойти просто чувства людей, не иметь ненависти к людям, которые их... которые их гонят или же которые их даже убивают. Это все действительно любовь Божья. Вот этой любовью Божьей они могли превзойти самих себя, превзойти этот мир и превзойти все, что... Все, что дьявол старается использовать для того, чтобы сокрушить нас. Поэтому... Если мы действительно... Какая-то проблема к нам приходит, то нам не нужно отчаиваться, нам не нужно пытаться искать какое-то быстрое решение. Нам нужно прийти в этот момент к Господу. Нам нужно прийти и смотреть только на Господа. Искать... Искать того, что Бог приготовил для нас. Искать ту силу, ту любовь Божью, которую Бог для нас приготовил. Какая-то проблема приходит, значит, нужно прийти к Господу, нужно прийти к Нему, и нужно... Тогда тот же Петр или другие же ученики, чтобы испытать вот эту любовь Божью, чтобы услышать, что Бог желает сказать. Поэтому, когда приходит проблема, не бойтесь. Когда приходит проблема, не пытайтесь ее решить как-то своими силами или методами. Сначала подойдите, придите к Господу, спросите Господь, «Что ты желаешь сказать мне? Что мне нужно выявить?» И мы увидим, может быть, это возможность для меня что-то превзойти, что-то получить исцеление. А может быть, это возможность для меня, для того, чтобы Слово Божье донести людям, чтобы люди, которые вокруг меня, могли увидеть, что решение проблемы не просто в каких-то физических, ни в деньгах, ни еще в чем-то, а есть сила Божья, которая решает даже такие проблемы. Поэтому всегда, прежде всего, давайте искать, в чем Божий план. В чем... Потому что Бог, Он не оставляет нас. В любой проблеме, в любой ситуации Бог вместе с нами. Поэтому не обманывайтесь, когда есть проблемы. Не впадайте внутрь этой проблемы. В любом случае, есть благодать, которая превыше любой, проблемой благодать, которая будет дана вам, превзойти это все. И еще и помочь другим людям так же. Поэтому... в этом секрет этого всего так же. Это то, о чем Иисус, когда Он проповедовал в течение 40 дней, Он учил о Царстве Божьем. Поэтому давайте мы с вами также посмотрим, что значит учить о Царстве Божьем. Это... О чем говорится Божье Царство? Это не говорится о каких-то небесах, облаках, которые мы пойдем... После этого, как умрем, люди думают, что пойду в рай, пойду в Царство Божье. Это не об этом. Царство Божье — это не просто место какое-то. Царство Божье — это говорится о Божьем управлении, Божьем правлении. Это говорится о Божьем плане и Божьей силе. Говорится о том, что в любом состоянии, в каком мы не находимся бы, Бог, Он напрямую управляет Божьим народом. Поэтому у Бога есть план и у Бога есть сила. Поэтому сказано в Луки 17, глава 21 стихе, что Царство Божье не здесь и не там, оно внутри вас есть. Поэтому и внутри каждого из нас, и среди нас есть. Потому что если мы получаем водительство Духа Святого, если действительно в нас Дух Святой есть, то мы наслаждаемся плодами Духа Святого. И это означает, что мы уже живем не по Духу этого мира, мы живем уже по Духу Божьему. Это означает уже, соответственно, с принципами Царства Божьего. То есть мы живем, соответственно, по принципам, по утвержденным закону Духа жизни во Христе Иисусе. А это означает, мы живем уже под Царством Божьим. Поэтому 8 глава 37 стих также о чем говорит, что никак ничто, никакая проблема в мире, ничто не может нас отделить от любви Божьей, ничто не может преградить план, который Бога есть в отношении нас. Поэтому мы все можем преодолеть. Каким образом? Благодаря тому, кто возлюбил нас. Потому что ничто не может нас разделить от любви Божьей во Христе Иисусе. Бог, Он действительно любит нас. И Он в плане Своем совершил спасение наше. И даже то, что мы услышали в Евангелии сейчас в нашей жизни, то, что мы уверовали в Иисуса Христа, это все действительно благодать Божья и план Божий. Поэтому нам с вами необходимо жить, получая водительство Божье. И Божья башня должна быть утверждена в моем сердце. Не твердынье, которое дьявол во мне поставил. Через культуру мира, через традиции какие-то семейные нам нужно, чтобы действительно Слово Божье внутри меня проникало и утвердилось во мне. Потому что, может быть, даже моя жизнь в трудностях, какие-то проблемы, может быть, я сломлен даже, может быть, какие-то неудачи. Может быть, так и есть. И у нас дьявол, потому что постарался сделать так, чтобы у нас были раны, чтобы мы были постоянно чем-то ограничены. Вот это вот, каким образом дьявол, он ставит свою башню. То есть башня дьявола, это и есть вот эти раны, даже иногда наша жадность какая-то в чем-то, наши мотивы материалоцентричные, эгоцентричные. То есть вот это все то, что есть в твердыне дьявола. Бог же желает, чтобы мы получали исцеление, чтобы плоды Духа Святого внутри нас. Вот это вот та сила, которую Бог желает. То есть Царство Божье — это состояние, когда проявляется Царство Божье внутри меня. Сила, которая проявляется во мне. Римлянам 14 глава, 17 стих, о чем говорит? Что Царство Божье — это не есть пища и не есть питье, но это есть праведность, мир и радость в Духе Святом. Поэтому, если мы действительно ищем Бога, если мы действительно не ищем, где бы денег заработать, где бы выгоду какую-то поиметь, не смотрим на наши местодействия, а мы действительно ищем Бог, в чем твой план, в чем твоя воля, в чем твое желание, то в каких бы обстоятельствах бы мы ни оказались, мы не будем захвачены мирскими вещами. Мы не будем захвачены... Нам действительно будет мир, покой и радость внутри нас, вне зависимости от того, у нас сейчас при избытке всего, либо же у нас недостаток сейчас чего-то. потому что мы знаем, что наше сокровище — это не просто физические наши деньги или наши... Это не означает, нам нужно бедными жить, не означает, нам нужно не учиться, не нужно ничего, не нужно делать. Это же ведь не об этом говорится. Это говорится о том, что в каких бы обстоятельствах мы ни оказались, что бы ни случилось со мной, где бы я ни находился, в какой бы стране ни находился, война может случиться, что угодно может случиться. Может, я могу лишиться дома даже. Это не означает, Бог так меня как-то испытывает. Нет, мы живем в мире, в котором нет Царства Божьего. Поэтому все, что угодно может произойти. Потоп может случиться. Может, что, какая угодно проблема, но в какой бы проблеме я ни оказался, Бог будет со мной. И Бог даст мне силу и благодать превзойти любую проблему и помочь еще и другим людям. Вот в этом сила Царства Божьего находится. Поэтому мы с вами мы видим, что сила Божья, она открывается в Слове Божьем. Поэтому, когда мы смотрим, так же Матфея 12 глава, 28 стих, что там говорит? О том, что мы... Вот эта вот сила, которая... То, что Иисус сказал, что... То, что я могу... Правильно, на русском языке как бы сказать... То, что как бы изгоняются силы тьмы и сокрушаются силы тьмы из Царства Дьявола, это означает, что... Духом Божьим, как Иисус сказал, что я Духом Божьим... Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то это уже значит, достигнуть до вас Царства Божьего. То есть, Дух Божий силой Духа Святого, силой имени Иисуса Христа мы можем побеждать силы тьмы. И даже в Иерусалим 6 глава 12 стих Павел о чем говорит? Что наше сражение не против плоти и крови, наше сражение против Духа Злобы Поднебесной. Вот эти падшие Духи, которые с самого начала несут вот эту тьму, которая... То есть, тьма — это отсутствие света, отсутствие Бога. Они вот эту тьму, хаос, пустоту несут в этом духовном мире. Но если Царство Божье... Что значит утверждается Царство Божье? Это означает... Утверждается Божья башня. Вот это когда Божья башня утвердится во мне. Если яс действительно... Как сказано, что мы есть храм Духа Божьего. Внутри нас утверждается Царство Божье. Внутри нас утверждается Христос. Иначе... Что получается? Иначе люди живут как дети дьявола. Потому что они хотят или не хотят, они исполняют желание дьявола. Потому что в них нет... Если нет Духа Божьего, они нет света. А это означает, что у них нет... Их мысли, их желания все окутаны вот этой тьмой. Поэтому мы с вами, которые уже верим в Иисуса Христа, в которых Дух Святой есть, если действительно Святой Дух станет... Если Иисус Христос станет Господом в моей жизни, тогда Дух Святой будет действовать. И силы тьмы рухнут внутри меня. Силы тьмы будут разрушаться на всех тех местах действия, в которых я нахожусь. Работа, на которой я работаю, любое дело, которым я занимаюсь, там будут открываться двери и будут... будет совершаться действия Божьи. Будет совершаться евангелизация всего мира. Потому что на всех местах действия, где я нахожусь, евангелизация, всемирная евангелизация, это не то, что я дал деньги, и кто-то поехал... Это тоже часть этого всего. Кто-то поехал на какие-то миссионерские действия, куда-то... Или я возьму, куда-то уеду, как миссионер. Нет. Всемирная евангелизация совершается через каждого из нас, на всех наших местах действия. Я здесь, в Корее, нахожусь. Кто-то находится в другой стране, кто-то в Латинской Америке, кто-то в Африке, кто-то еще где-то. Вот таким образом совершается. Поэтому, как мы можем наслаждаться этим Духом Святым, как мы можем наслаждаться Царством Божьим? Святой Дух находится с нами, спасенными, чтобы направлять нас, чтобы научать нас, чтобы действовать и работать вместе с нами, потому что Дух Святой внутри нас, и мы являемся уже храмом Духа Святого. Поэтому, посмотрите, когда мы держимся за словом, когда Дух Святой действует в нас, это означает, Царство Божье сходит на это место. Когда есть Езекииль, 37 глава, там говорится о сухих костях, в которых вошел Дух Божий, вошла в них в жизнь, и они превратились в войско. И что говорил тогда Господь? Провозгласи Слово Мое на кости эти, чтобы дыхание вошло в них. Слово Божье, Дух Божий есть животворящим. И это оживотворение происходит таким образом? Да, когда люди принимают Иисуса Христа, может и физическое исцеление произойти, потому что это может быть вызвано каким-то Духом, нечистым Духом, который сковывает этого человека. И поэтому, если человек верует в Иисуса Христа, и Дух Святой входит внутрь этого человека, то этот Дух уже зло не может находиться в нем, он уходит, поэтому человек исцеляется. Но есть болезни, которые физически просто пришли к нам. Как просто? Потому что да, потому что образ жизни, потому что окружающая среда. И такие болезни, это те болезни, которые будут исцелены через наш образ жизни. Но прежде всего, Бог желает, чтобы исцелился наш Дух и наша душа, потому что новые тела даны будут нам. Поэтому не на это надо обращать внимание, на наши тела, на что-то еще. Важно, чтобы действительно утвердилось Царство Божие внутри нас. И 1 Фессалонкинца 2 глава 13 только что говорилось. Это Павел говорит, что мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божье, которое есть поистине, которое и действует в вас, верующих. Поэтому Слово Божье, когда мы его принимаем с верой, оно живое и действие. Почему? Потому что это не просто Слово человека, который когда-то что-то сказал и который уже умер. И это просто... Все равно даже такие слова имеют силу до сих пор еще. Но Слово Божье, оно живое и действие. Почему? Потому что Бог, Он живое и действие. и он и сейчас живой, поэтому его Слово имеет силу. Смотрите, если какой-то человек что-то сказал, и он еще живой, то то, что он сказал, вот если дал Слово, то ты держишь Слово свое. Что это означает? Ты пообещал что-то, и если ты еще живой, пока ты живой, кто-то скажет, ты же обещал вот это, ты будешь исполнять это Слово. Вот в этом смысл есть. Бог, Он живой, Он вчера, сегодня, во веки тот же. И если Бог сказал что-то, и мы держимся за это Слово, и говорим, Бог, ты сказал, что я благословлю того, кто будет что-то и что-то, я благословлю, я буду с ним. Поэтому мы, держась за это Слово, мы молимся Богу, и Бог, Он по этому Слову совершает и действует. Поэтому не забывайте, что Слово — это не просто какая-то история Библии, это не просто историческая книжка, это не просто какие-то научения, нравоучения. Нет, это живое Слово Божье. Поэтому правильно смотрите на Слово, правильно понимайте это. И не обманывайтесь того, что у вас есть, чего нет, где вы сейчас не думайте, не переживайте о том, что будет в будущем. Бог, Он вместе с вами, и Он действует Духом Святым. Поэтому чего мы не попросим, будет дано нам, если мы действительно ищем это, прежде всего ищем Царство Божье, и если мы ищем Царство Божье, прежде всего, и тогда чего мы не попросим, будет дано нам. Это значит, Дух Святый будет действовать, Царство Божье будет сходить на это место действия. Поэтому мы с вами призваны для чего? Для того, чтобы быть постоянно в путешествии Завета. Как Иисус сказал, вы будете меня свидетелями в Иерусалиме, Самарии, Иудее и до края земли. Поэтому молитесь, если нет еще такого, молитесь, Бог, поменяй мои мысли, поменяй мое сердце, помоги мне искать не чего-то физического, не переживать о дом, машина, квартира, я не знаю, что угодно. Не о физическом, материальном переживайте. Все то, потому что все это приносит вам постоянно, приносит нам постоянно, проблемы постоянно приносит стресс. И мы под давлением этим постоянно, постоянно-постоянно живем и друг другу даем стресс тоже. Каждое утро просыпайтесь и молитесь, чтобы Бог наполнил вас Духом Святым, чтобы помог вам смотреть на местах действия, помог вам смотреть на людей, на обстоятельства, в которых вы находитесь. Смотреть через призму Евангелия, через призму Слова Божьего и Духа Святого, чтобы мы действительно могли утром обретать силу в течение дня смотреть на все через глазами молитвы, вечером, когда приходим домой, чтобы мы уже могли проанализировать и увидеть, где Бог, что Бог, какое послание для меня Бог приготовил, какие ответы Бог для меня приготовил, чтобы я не упустил это все. И записать, может быть, что-то даже, чтобы наутро следующее проснуться и уже как бы как шаг за шагом, ступенька за ступенькой продолжать двигаться в том направлении, которое Бог нас призвал. И чтобы в нашей жизни совершалось Царство Божье и... Вот это есть вот эти три сосредоточенности. Утро, день и вечер. И таким образом мы, получается, как бы находимся 24 часа в молитве. Почему? Потому что мы утром помолились, в течение дня мы превращаем наши мысли в молитву. Мы общаемся с Богом. Мы не просто говорим, а почему эти люди такие? Почему они... Мы не просто таким образом говорим, Бог, если действительно мы не просто для осуждения кого-то говорим, а почему они такие? Потому что если мы с Богом действительно спрашиваем, почему они действительно такие? Бог тогда даст мудрости молиться за них правильно, за этих людей. Может быть, сказать им что-то. Вот это есть то, что мы сможем видеть духовную реальность мира, этого мира. Мы сможем видеть причину, первопричину, почему что-то так происходит, что-то не так происходит. И сможем тогда понять, о чем нам надо молиться. Тогда действительно через нас Царство Божье будет сходить на эти места действия. И Царство Божье утверждаться будет. Мы молимся, пусть Царствие Твое будет как на небе, так и на земле. Поэтому Бог желает, чтобы Царство Божье совершалось в моей жизни, происходило, происходило, как бы утверждалось через меня на этих всех местах действия. Поэтому, прежде чем, в чем сила, которую Бог нам дает, это то, что моя душа оживляется, оживотворяется. И прежде чем я даже получу какой-то ответ, уже мое окружение оживотворяется. И это то, что невозможно остановить. Поэтому, если я с этим заветом, даже один человек с этим заветом, с этим пониманием живет, то тогда он сам, местность, в которой он живет, оживотворяется. И тогда, действительно, происходит беспрецедентное действие. Действительно, сила Божья является на этом месте действия. И мы видим это в Ветхом Завете. И через жизнь Иосифа, и через жизнь Давида, через жизнь Даниила, в жизни Павла, и в современную эпоху так же это все происходит. Поэтому, станьте таким человеком. Молитесь, Бог, помоги мне стать таким человеком, который наслаждается Словом Твоим, силой Духа Святого, который наслаждается Царствием Твоим, и который на местах действия, через которого оживотворяются места действия. Помолитесь об этом, и Бог поменяет вашу жизнь, изменит и сделает так. И вы не будете переживать о том, что есть, что пить, во что одеться. Молитесь, чтобы, действительно, все мысли, слова обиды, какие-то жалобы, негодования, чтобы все это ушло из вашей жизни. Каким образом? Чтобы это заместилось всем, все это заместилось миром, любовью, радостью в Духе Святом. Поэтому пусть Царство Божье сойдет на каждое место, на всякую проблему, на все события, в каждом дне. Связывайте все с молитвой и с благодарностью открывайте сердца ваши Богу. И мир Божий, который превыше всякого ума, наполнит ваши сердца и сохранит ваши мысли и ваши сердца во Христе Иисусе. Поэтому дайте Духу Святому работать внутри вас, дайте Духу Святому направлять вас. Наслаждайтесь благословением победы, которая уже дано вам. Для чего? Для того, чтобы спасение мира происходило через вас. Чтобы вы могли наслаждаться совершенным будущим, которое Бог приготовил, даже здесь на земле. Поэтому наши ремнанты, бизнесмены, люди, которые работают на своих местах действия, на работах, где бы, на какой бы работе ни работали, идите на эти места действия с силой Божьей. Какая-то проблема случится? Это не проблема. Конфликт будет? Это не конфликт по-настоящему. Это возможность для нас выявить благословение Божье, выявить ответ Божий. Через конфликт обновиться, увидеть что-то еще внутри меня, что препятствует мне наслаждаться миром, покоем, радостью и быть источником благословения для других. И просто ожидайте. Ожидайте, когда действие Божье произойдет на вашем месте действия. Не нужно что-то пытаться, не нужно пытаться как-то что-то своими силами поменять. Ждите, когда ответ Божий придет, и бросьте вызов тогда. Поэтому это та тайна, тайна Царства Божьего, которую учил Иисус Христос. Первое — это то, что Бог, Он любит, любит нас, любит каждого из нас. И это любовь Божья, то, что исцеляет мое сердце, и то, что дает мне силу прощать и быть и жить на этих местах действия, которые Бог доверил. И второе — это то, что есть сила, которую Бог дает. И эта сила — это в Духе Святом. Эта сила — сила, которая... Уверенность в том, что Бог в своих руках держит мое будущее. И Бог приготовил для меня уже, и даже новое тело приготовил. Поэтому сила — это радость в Духе Святом, мир, покой, радость. Это все плоды Духа Святого. Вот это и есть тайна, что где бы я ни находился, в каких обстоятельствах бы я ни находился, я могу наслаждаться силой Божьей, и я знаю, Бог, Он вместе со мной. Поэтому есть что-то, нету чего-то, что бы ни случилось. Моя сила — это не деньги, не власть, не что угодно. Это любовь Божья, и это сила Божья. Это мудрость, которая Богом нам. Это мир, любовь и радость в Духе Святом. Поэтому давайте наслаждаться этим всем на наших местах действия. Божья и радость в Духе Святом! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...